Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй, и сегодня будет видео о том, как же я пишу свои песни. На самом деле, мне не один раз задавали вопросы... Ну, как же Денечка? Деня, поздоровайся. Привет! Это я, Деня. Это мой сын. Кто не знает. И очень много мне задают вопросов о том, как же я пишу свои песни. На самом деле, я считаю, что писать песни может каждый и сочинять стихи. Сейчас я расскажу свою историю, с чего я начала, ну и как бы, что сейчас имею, и у меня несколько объявлений даже будет для творческих людей, и не только творческих, в общем, разных. На самом деле, сразу хочу сказать, что мне кажется, что писать песни может каждый. Ну, песни и стихи. Те же песни — это те же стихи. С чего начала я? Я начала с того, что у меня было разбито сердце, всё прекрасно рождается в муках. Да, у меня было разбитое сердце, или даже не разбитое сердце, а просто была такая любовь, о которой никто не знал. Вот она у меня родилась внутри, там, в 13 лет, наверное. И я думаю, дай-ка я попробую написать стих. А почему нет? Ну, что в них сложного? И я просто села такая и начала первую строчку. Там, я люблю тебя, к примеру, да? Ну, а что, с этого и надо начинать. Я люблю тебя, ты ушёл от меня, Пусть моя звезда горит в небе всегда. То есть, типа того были мои первые стихи. Мне кажется, там слово люблю встречалось раз в 50, и какие-то простые рифмы. Но на самом деле это же не сложно. Вы придумываете первую строчку, которая вас вдохновляет, и дальше вы придумываете к конечному слову рифму, и к этому слову рифму вы как бы формируете новую строчку, чтобы она была похожа по смыслу и так далее. У всех, конечно, всё это происходит по-разному. Например, мой любимый человек, он может писать одну песню несколько дней. Он может написать один куплет, например, или часть даже куплета в один день, через неделю вернуться к этой песне, написать ещё кусочек. Я не так. Я, если сажусь, у меня есть вдохновение сейчас, эмоция, то я сразу дописываю песню. Я пишу достаточно быстро, рифмую быстро, потому что у меня фантазия, в принципе, хорошая. И песню я могу написать за 20-30 минут. И я не люблю её делить и оставлять на потом, потому что я могу не поймать то вдохновение. И я начала именно с таких стихов о любви. Сначала я писала стихи. К сожалению, я сейчас не найду все свои записи старые. Спрашивала у мамы, сама искала у себя. Ничего мы не смогли найти. Хотя у меня был такой блокнотик, который был посвящён группе Revolver, с главным солистом. Он там такой был смазливый мальчик. И я помню, что... Ну, понятное дело, что никто об этой любви не знал, кроме моих подруг. И я писала стихи. Там штук пять стихов, какие-то постеры, знаете, такие там фотографии его, вырезанные из журнала. Это было очень интересно, забавно и смешно. Вот. И потом как-то я попробовала написать песню. Не то, чтобы даже написать песню, а взяла один стих и просто разделила его. Взяла какую-то понравившуюся мне более-менее четверостишу и сделала его припевом, а куплеты сделала из оставшихся. И попробовала наложить мелодию. Ну, как бы я пою, да? Не знаю. Но мы можем любую мелодию взять. Сначала, конечно, были мелодии, очень похожие на какие-то известные песни. Может, это они и были, которые я уже забыла. Вот. А потом я уже начала придумывать свою мелодию. И вот на сегодняшний день это так и происходит. У меня есть несколько вариантов, как я пишу песни. Есть вариант, когда я пишу стихи прям уже с рождающейся мелодией у меня в голове. То есть я начинаю, начинаю свой стих и первую строчку с мелодии. И она у меня либо затянутая, грустная, либо она какая-то жесткая. То есть я уже сразу знаю, какой напор и какое направление будет у этой песни. Бывает, я начинаю с припева. То есть я придумаю какой-то припев, понимаю, что это припев. Теперь мне нужно к нему придумать куплет. Я вам не мешаю? Я вам не мешаю, товарищ? Стихи я уже давно не писала. У меня есть последний стих, который я писала, где-то ВКонтакте. Может быть, он не последний в моей жизни, но последний из тех, которых я писала. Я нашла там фоновую музычку и что-то прочитала. Это как раз-таки... Только мы познакомились с моим любимым человеком, папочкой. Папочкой вот этой вот маленькой попочки. И то есть два варианта. Либо я пишу стих сразу с мелодией, либо я могу найти мелодию, которая мне понравилась, и написать на неё стихи. То есть поймать мелодию, вытащить оттуда именно то, на что я буду... мотив, да, на какой я буду сочинять, и писать. Также у меня был опыт писать кому-то песни. Меня просили, я писала, потому что, в принципе, у меня такой богатый опыт в жизни, не бедный уж точно, и я могу, в общем-то, представить разную ситуацию в жизни, да, неразделённая любовь, разделённая счастье, горе и радость, в общем, всё, что угодно, и войти в это состояние такое, как будто это со мной происходит. Тем более, ну, я не знаю, это может каждый, потому что, в принципе, мы же можем сочувствовать, когда мы смотрим какие-то фильмы, и там какая-то грусть происходит, да, и беда, и мы прям это понимаем. Я могу вот войти в это состояние, в этом состоянии написать песню. То есть это не что-то такое, на самом деле, входишь там, транс и так далее, но нет, ну, ты просто вдохновляешься, погружаешься в это состояние и начинаешь творить. Вот, примерно это так. Моя мама, на самом деле, всегда восхищалась тем, что я пишу и сочиняю стихи. Она говорит, что у неё никогда, ну, как бы, может, она не пробовала, но она всегда восхищалась этими людьми, потому что вот она, у неё не получается. Я не знаю, пробовала она или нет, надо, кстати, у неё спросить, пробовала она или нет. На сегодняшний день у меня не так много песен, на самом деле, но пишу я их много. Я хочу писать многое, сочиняю, я хочу, чтобы у меня было много разных песен, потому что это, каждая песня, это вот моё дитё, детище, на самом деле. И я не могу даже какую-то неудачную, на мой взгляд, песню, которую я думаю, ну, это какая-то, в 10 раз хуже, чем все остальные, допустим, мои какие-то, да, я всё равно её не остану без внимания. Она всё равно родится на свет, такая, какая она есть, потому что она была придумана в каком-то состоянии, она была придумана мной, это мои слова, это часть меня, частичка меня, поэтому я не забью ни на одну песню какую-то такую, вот, ну, если она не какая-то смешная детская там, хотя и это тоже можно подумать ещё, просто она будет не в первую очередь сделана, а в какую-то там последнюю, наверное. Ещё я начала писать английские песни, но не конкретно сочинять английские песни, а переводить свои песни на английский язык, и петь их получается немножко по-другому, и вот так у меня есть одна песня, которая у меня на русском, на английском языке, она звучит абсолютно по-разному как-то, и вот английская версия, она была написана вторая, у меня вообще каждая свежая песня, мне нравится, мне кажется, что она лучше всех остальных. Я надеюсь, что когда-нибудь я придумаю свой хит, который просто буду обожать, number one для меня. Пока что все мои песни примерно на одном уровне для меня. В связи с тем, что я перевожу свои песни на английский язык, я всегда нахожусь в поиске человека, который мог бы перевести мои песни, потому что не все могут перевести, мне один из знакомых переводил мою песню, и очень удачно так сложилось. Вот вторую, которую я скинула, и уже ее было сложновато переводить. Но сейчас вот одна девочка, которая была у меня, кстати, на встрече, она взялась перевести одну песню, она учит английский сама, вот, и я в ожидании того, что же получится, как мы ее споем, там, и так далее. В общем, я перевела бы все свои песни, поэтому, если среди вас есть люди, которые хорошо разбираются в английском языке, то, и вы хотели бы попробовать перевести песню на английский язык, то, пожалуйста, добро пожаловать, пишите мне в личку, в контакт, или в инстаграме, я ищу таких людей, кто бы мог переводить мне песни. Также ко мне обратилась еще одна девочка, которая пишет стихи, и говорит, ну, стихи и песни, и говорит, не могла бы ты исполнить, допустим, какую-то песню, вот так вот придумать, на мои стихи, там, или вот что-то такое. Я говорю, я этого еще никогда не делала, но, в принципе, я не против попробовать. Если мне нравятся чьи-то стихи, то, ну, почему бы не попробовать, если они, может быть, даже лучше, чем у меня. Конечно, у меня фишка та, что я сама пишу, сама все сочиняю, мне это нравится, то есть я как автор-исполнитель, я не пробовала себя в роли исполнителя чьей-то песни, как бы выдавая за себя, вот что-то типа такого, да? Такого опыта у меня еще не было, но, в принципе, можно было бы попробовать, потому что знаю, что есть талантище намного лучше меня, поэтому, если что-то талантливое мне на самом деле попадется, то я не против спеть. Вот. Что еще? Что еще? Где я беру свои минусовки? Минусовки беру в разных местах, у меня есть песни, где я специально заказывала минусовки, есть, которые там не получались с первого раза, я просила отдельных людей, например, там, гитара была добавлена там в одну из песен, в общем, разные люди, у меня не было одного человека, постоянного, кто бы придумывал мне постоянно минусовки, потому что я недовольна была сто на сто процентов минусовками, которые я заказывала. Пять-семь тысяч уходила, у меня это на самом деле небольшие деньги, минусовки стоят намного дороже, но я искала вот в этом диапазоне до десяти тысяч рублей, пять-семь еще было нормально. И также я использую минусовки, которые просто можно найти в интернете, это свободные минусовки, то есть можно взять их бесплатно, придумать что-то свое и выпустить в свет, и все будет прекрасно, то есть, ну, эту минусовку использует, допустим, не один человек. Но это такие более простые минусовки, скорее всего, это какие-то сэмплы, несколько, просто они красиво так объединены и получается мелодия. В основном используют их рэперы, да, но есть какие-то группы, например, в ВКонтакте, где мне очень нравятся минусовочки, и я их использую, и в дальнейшем будут песенки. Записываю и свожу все свои последние вот песни, у меня там уже три песни, по-моему, записала, в студии у нас в Ростове, если интересно, я ссылочку оставлю под видео их. Очень хорошая команда, очень хороший звукорежиссер, который помогает мне, вытягивает мой голос так, чтобы без тюнинга все получалось, работает очень долго и кропотливо надо мной, записывает все, помогает, может, где-то с мелодией, где-то там что-то переставить, вот, в общем, талантливые люди, и сводит потом другой все парень, тоже очень все хорошо и молодцы они, в общем, я им не изменяю, хожу только к ним. Ну вот, в принципе, и все. Я думаю, что каждый может попробовать, начинайте, пробуйте, начинайте со стихов. Может быть, именно вы какая-то та звезда, которая не знает мира и о которой не знаете даже сами вы. Поэтому дерзайте, пробуйте, и я желаю вам удачи. все, я думаю, я ответила на вопрос, поэтому, если есть какие-то предложения, пожалуйста, предлагайте, я всегда открыта для творческих людей, которые что-то сочиняют, пишут, и всегда респект и уважуха таким. Давайте дружить, добавляйтесь в друзья, будем общаться, может быть, что-то создадим вместе интересненькое. Все, я вас обнимаю, люблю, целую, прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.